В преддверии Дня медицинского работника, который в этом году отмечается 16 июня, в стенах Тверской академической филармонии честовали людей в белых халатах. За многолетний добросовестный труд представителям этой благородной профессии вручили почетные награды и благодарности. Подробнее обо всем расскажет Ирина Синягина с места событий. Профессия врача возглавляет народный рейтинг престижных профессий. 44% россиян заботятся о своем здоровье. В случае болезни обращаются к врачам и выполняют все их рекомендации. Игорь Геннадьевич в 1989 году закончил тогда еще Калининскую медицинскую академию. Уже 35 лет работает врачом-кардиологом. Сейчас он заведует первичным кардиологическим отделением Бежицкой ЦРБ. Для меня это что-то, что жизнь моя. Ни секунды не жалею о своем выборе. Затем занимаемся и реабилитацией больных, и лечим больных, как золотой. Отличник здравоохранения. Губернатор Тверской области вручил Игорю Гусеву нагрудный знак. Также глава региона наградил врачей почетными грамотами и благодарностями. А еще были подведены итоги ведомственного конкурса «Признание». В год семи именно эта тема стала главной при выборе победителей. Одна из номинаций конкурса на одной волне. В ней чествовали медицинские династии. В этом году победителями стала семья медиков из Зубцовской ЦРБ. Супруги Булгаковы, врач-хирург Александр Валентинович и работник приемного отделения Марина Александровна. Хотим от всей моей немалой семьи поздравить всех наших коллег с этим профессиональным праздником. Ну и традиционно пожелать творческих успехов и неистащимой энергии. Потому что наша работа, к сожалению, занимает у нас очень много, забирает энергии, сил, личного времени. Но это наш путь, мы его выбрали и стараемся идти по нему достойно. Дело родителей продолжила дочь Анна, которая работает врачом-терапевтом. Всю жизнь свою видела, как трудится мой отец. И, соответственно, на основании этого выбрала тоже путь медицины. Ни капли об этом не пожалела. Работа тяжелая, напряженная, требует очень много сил, времени, энергии. Благодарные пациенты, здоровые. Как бы отдача такая, да, очень хорошая. В номинации «Дети – это счастье» определены сразу два победителя. Одна из них – Юлия Бусыгина. Женщина работает в отделении неотложной помощи в поликлинике номер один БСМП. Работу свою любит. Как Юлия Юрьевна успевает все – и дома, и на работе. Загадка. Ведь быть медиком – большой труд. Не меньший – воспитать 11 детей. У нее семь мальчиков и четыре девочки. Именно дети помогают многодетной маме не выгореть в профессии, что очень часто бывает у медиков, делится фельдшер. Если пропускаем все через сердце, у нас получается вогорание в нашей профессии. Этого нельзя допускать. Помогают дети. У нас очень такая позитивная семья, творческая семья. Если у нас какой-то проявляется негатив в доме, ну, это все нейтрализуется через юмор, через песни. Вот. Если маме плохо, а старший сын – мама, пойдем петь в караоке. То есть мы идем петь в караоке, таким образом, ну, стресс уходит. Поздравил медиков с профессиональным праздником губернатор Тверской области. Горуденя подчеркнул, Верхневолжье гордится выдающимися медиками, которые внесли большой вклад в развитие отечественной системы здравоохранения. Это первая в России сестра милосердия Екатерина Бакунина, один из основателей отечественной педиатрии Егор Покровский, первая женщина-окулист в стране Мария Сеченова, советский хирург-профессор Василий Успенский и многие другие. В наши дни медработники Тверской области продолжают традиции отечественного здравоохранения. В имени жителей нашего региона хотел бы сказать слова самые искренние, самые теплые, слова благодарности за самоотвержденный труд, за верность в великую миссию сохранения жизни и здоровья наших людей. В нашей дни вы достойно продолжаете традиции служения Родине. Героятно, что наших медицинских работников во время эпидемии коронавирусной инфекции позволил России на много людей не справиться с пандемией, чем вашим коленам и западным странам. В городе специальной военной операции наши медицинские работники спасают жизни военнослужащих на передовой. Помогают создавать современную систему здравоохранения в наших вернувшихся в свой гонок регионах Российской Федерации. В Верхневоложье уделяется особое внимание развитию системы здравоохранения. Так, с 2018 года, благодаря участию в профильном нацпроекте, в Тверской области построено 6 современных поликлиник. Отремонтировано 207 объектов здравоохранения, установлено 123 ФАПа и врачебные амбулатории. У нас работают в жизни в 74-м, в 70-м. Смертность по 100% ФАПа сохранилась почти больше, 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 больше,. То есть мы научились в эту правильную систему ее решить. В регионе ведется строительство нового комплекса детско-областной клинической больницы. В этом году открылся медицинский центр в деревне Макшино Конаковского округа. В ближайшие два года планируется также ввести в эксплуатацию амбулаторию в поселке Новозавидовский, новый комплекс Бежицкой ЦРБ, а также Зубцовскую ЦРБ после комплексного капитального ремонта. Кроме того, будут установлены свыше 70 новых ФАПов и врачебных амбулаторий. Приобретены новые автомобили для всех ЦРБ. С 2025 года стартует новый нацпроект «Продолжительная и активная жизнь», который охватит все сферы здравоохранения от первичного звена до реабилитации и профилактики заболеваний. Также в регионе ведется последовательная работа по развитию системы целевой подготовки специалистов.